Добрый день, уважаемые подписчики, пользуяйте YouTube и прочие личности. Сегодня я вам покажу, как рутировать планшет Nexus 7. Вон вы видите его в описании. Принесли мне сегодня планшет, попросили сделать рут, права на нем, чтобы выжать из него все плюшки можно было. Прошу, от него не захотелось, так как Android стоит свеженький. Решил я эту проблему программой, которая называется Nexus Toolkit. Все чудо перед вами. Программа на английском языке, но ничего сложного нету. Ссылка, как обычно, на программу будет под видео. Плюс я прикреплю еще ссылку на переводчик. всплывающие окошки, которые будут переводить, если кто языка не знает. Ну что, приступим. Что прежде всего нам надо было сделать? Вот в этой окошечке нажать кнопочку. Для чего это делается? Чтоб выбрать свой планшет. Сначала выбираем планшет. У меня была версия Nexus 7 мобильная с 3G. Вот с Wi-Fi. Выбирайте, в общем. Здесь все есть. Программа постоянно обновляется. Все новопрошивки. Все Android. Да. Выбираешь таблеточку. И выбираете свою прошивку. В данном случае у меня была прошивка. Версия сборочки. Вот такая. Здесь мы ее смотрим. В системе. Вот. Соответственно, выбираем ее. У меня она последняя идет. Все. Нажимаем. Соответственно, вот он пишет. Если вы не понимаете, я переводчик прикреплю. Здесь такой переводчик. Вот он переводит все тексты. Он показывает, как включить отладку на устройстве. Описывает. Отладку разработчика. По умолчанию на планшете выключена отладка. Чтобы ее сделать, включить. Вот. Вот здесь номер где сборочки. Нажимаете на номер сборки семь раз. И у вас в менюшке появится меню сведения для разработчика. Ну, как-то так они называются. Сейчас не помню. Вот. Заходите, соответственно, туда. И галочку ставите. Что вы отладочку делаете по USB. Все. Выбрали, да? Вот она у нас. Дальше. Что нам надо? Дальше нам нужно очистить всю систему от всякого хлама. Потому что первый раз у меня прошить не получилось. Библиотеки АДБ ругались. Что то нет все, то не так. Чтобы вам танцами с бубнами не заниматься. Вот. Нажимаете вот эту вкладочку. Что она нам дает? Опять же. Кто языка не знает. Можете будете перевести. Почитать. Вкратце вам расскажу, что. Она сначала первый этап. Прошивочки вот этот. Она очистит сначала систему. Убирает все драйвера уже установленные. Вдруг у вас на букет уже стояли. Второй этап она свои устанавливает. Третий этап она уже подготавливает телефон прошивки. Соответственно, чтобы был первый этап. Нажимаем менеджер. Подключаем телефон. Планшет свой. Здесь все, что связано с планшетом Nexus. Будет написано или АДБ библиотеки Android. Все это удаляем отсюда. Когда все удалили. Извиняюсь, вы уже не видели. Вот отсюда. Если подключать телефон, высвечиваются сразу же драйвера тут. Библиотеки. Все это удаляем, чистим. Сейчас у меня не подключено. Не показывало. Если вы не подключите, у вас ничего не покажет. Все, чистите. Открываем. Потом отключаете свой планшет. Нажимаем на эту кнопочку. И вот здесь у нас удаляем тоже все, что связано. Видите? С Android. Полностью все это удаляем. Правая кнопка не стала. Все, почистили. И да, переходим на следующую вкладочку. Здесь он нас просит, что сделать. Установить драйвера. По умолчанию рекомендуется. Первый этап. Его и нажимаем. Вас перекидывает на сайт. А нет, даже не перекидывает. По-моему, сразу же начинается загрузка. Библиотека, АДБ. Всех драйверов, установка. Потом третий этап. Если все четко прошло, то у вас телефон определится. Ну, тут, в принципе, все написано. Все. В общем, телефон прошивки мы подготовили. Все библиотеки установили. Все у нас определяется. Дальше что? Сначала нам его первый этап нужно взломать. Делать онлок егошнюю. Вот эту нажимаем кнопочку. Вот. Опять он нам тут. Пишет, что вы сначала сделаете бэкап. Потому что все будет стерто, уничтожено. Соответственно, телефон будет в заводской настроек. Бэкап делается вот здесь. Думаю, труда вам не составит разобраться. Все. На этом этапе, когда прошивается, телефон перезагружается, все делается. Соответственно, после перезагрузки и установки взлома планшета, вскакивает сообщение, что опять вам надо включить отладку по USB. Потому что сейчас после взлома планшет переходит в заводские настройки. Заходите, повторяйте, открывайте режим разработчика. Соответственно, ставите галочку отладка по USB. Все. И нажимаете вот эту кнопочку. Вот у нас. Вот эта кнопочка. Можете вот здесь поставить галочку. Она вам за одним поставить на транзирный реквари. Вот. С первого раза, когда у меня все прошилось, у меня реквари установилось, но когда я зашел в SuperUse, бинарный файл не установился, отказывался, что не найден. Так что я на второй раз шил. И вот здесь на втором разе уже шился без этой галочки. Потому что, так как у меня уже реквари установилось, просто root получал. и все. На второй раз все отлично. Root у меня получился. SuperUse завелся. Обновил библиотеки. Перезагрузил смартфон. И все. В принципе, вот и весь получение Root. Что непонятно, спрашивайте в комментариях. Как-то так. Показывать я вам не стал эту саму прошивку, так как телефон уже, телефон, сам планшет у меня прошит. Второй раз я не стал прошивать его уже программами. Полностью упаковал. Так что, в теории показал, как это делается. В принципе, тут после каждого нажатия идут подсказки. Сложностей нету никаких. Так что, не сложно будет. Ссылки, как обычно, будут под видео. Спасибо всем за внимание. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok